Всем приветик, это видос про минимализм, но сначала миниатюра, где я пытаюсь поймать вай-фай. Винюшка, фото. Вай-фай не ловится. Нет вай-фая, видео не будет. У меня сел телефон, почти села камера, почти закончилось место на камере. Ноутбук почти сел. Ты кто? Юрист? Ааа, блядь, юмээкономик. У меня загрузилось. Нам нужен минимализм. В среднестатистическом американском доме около 300 тысяч вещей. 25% людей, у которых есть гараж на два места, не могут поставить туда ни одну машину, потому что она просто не влазит. Среднестатистическая семья в Европе тратит в год 1700 долларов только на одежду. Мы постоянно устаем от уборки. Тумбочки все завалены полностью. Куртки складывать некуда, обувь складывать тоже некуда. Нужны ли нам все эти вещи и правда ли минимализм так необходим? Некоторые думают, что минимализм больше похож на очередную крайность и гиперфиксацию, только теперь не на какой-то вещи, а на их отсутствие. Давайте разберемся по порядку, что это из себя представляет. Less is more. Меньше значит больше. Так сформулировал основную идею минимализма американский архитектор Людовик Мисс Ван Дерос. Истоки минимализма лежат главным образом в конструктивизме 1920-х годов, а также супрематизме, дадаизме, абстракционизме, американской живописи конца 50-х годов 20-го века, поп-арте, а духовное начало в японском традиционализме, дзенских интерьерах Японии. И если вы тоже не поняли, что я сейчас сказала, то поздравляю, мы с вами примерно на одном уровне развития. Даже, наверное, выразить соболезнования не стоило бы. Блядь, вот я опять себя веду как распиздяйка. Я не хотела себя вести как распиздяйка в этом видео. Я хотела сидеть и такая... Минимализм. Давайте обсудим это. Вот в эпоху постмодерна было круто, и он был трушный, а сейчас это хуйня. Ну, типа, а в итоге всё равно... Что получилось-то? В итоге, что мы имеем, то мы и имеем. Ладно, я всё равно продолжу. Художники, архитекторы и другие деятели искусства отошли от каких-то чётких рамок, каких-то стандартов и сосредоточились на дизайнах из промышленных материалов. Скажите, разве этот стиль не напоминает минимализм из 2015 года? Или тот, который мы знаем сейчас? У минимализма есть несколько практических и духовных критериев, которые я предлагаю рассмотреть. Итак, первое. Долой лишние вещи. В основе своих лишних вещей не должно быть в гардеробе, на рабочем столе, в интерьере, в холодильнике и всё. Это четыре основные сферы жизни человека, которые должны быть максимально очищены от лишних вещей. Простор минималиста ассоциируется со свободой. Оставшиеся вещи должны быть действительно ценными. Вы не можете выкинуть 50% гардероба и оставить только летние вещи или только зелёные вещи, просто потому что вам так хочется. Вы должны оставить только самые необходимые, только то, чем пользуетесь постоянно. Для того, чтобы понять, действительно ли какая-то вещь для вас имеет важность, нужно ответить на три вопроса. Что для меня действительно значительно? Что определяет мою жизнь, а что мне не нужно? И как расставляются мои приоритеты? Постепенно мы начинаем приходить к вещам, за которые некоторые осуждают минимализм. Принцип экономить не значит ограничивать. Важно правильно определять личные желания, отсекая капризы. Действительно ли тебе нужна ещё одна куртка на осень? Действительно ли тебе нужна ещё одна пара ботинок на зиму? Действительно ли ты хочешь пополнить свою коллекцию кроссовок? Соби правда нужна очередная книга в бумажном формате или ты хочешь обойтись электронным? На каждый этот вопрос ответом может быть да, и при этом ты всё равно останешься минималистом. Но для этого придётся пожертвовать чем-то другим. Следующий принцип – родные дороже всего. Вступая в ряды минималистов, ты отказываешься от гонки за материальные ценности. И возводишь в приоритет взаимоотношения со своими близкими, родными людьми из-за того, что ты избавляешься от лишних вещей, материальных вещей в своей жизни. У тебя есть больше времени, больше сил, больше энергии на то, чтобы общаться со своими близкими, укреплять ваши взаимоотношения. Следующий принцип – созерцание. И вот это, если честно, я не очень-то разделяю. Ну, по крайней мере, звучит это мега странно. Если задуматься, то в этом есть какой-то смысл, какое-то значение именно для духовного мира человека. Но то, как это звучит, это просто смех. Минималист невольно становится философом, умеющим видеть прекрасное в капле дождя, упавшее на подоконник. Менее созерцать открывает творческий потенциал. Многие приверженцы направления пишут картины, музыку, сотворяют какие-то предметы искусства и делятся через них эмоциями с другими людьми. В этом раскрывается еще один принцип минимализма. Если у тебя порядок снаружи, у тебя порядок внутри. Если у тебя мало вещей снаружи, то внутри у тебя есть место для того, что может существовать только в голове. Для какой-то духовности, для чувств, для эмоций. И ты в них лучше разбираешься, ты лучше их понимаешь, ты их хорошо проживаешь. Просто потому, что у тебя нет внешних отвлекающих факторов. А это вот просто угар. Открывая красоты природы, человек перестает стремиться в другие страны, тратя деньги на путешествия. Я думала, это работает наоборот. Типа, в смысле? В смысле человек перестает стремиться в другие страны, выходит на улицу и просто кайфует от внешнего вида города Пермь. Нет, ну типа, я предполагала, что если минималист отказывается от части своих материальных вещей, например, он больше не хочет машину себе вторую, там, квартиру побольше, просто потому, что она ему не нужна, оказывается, то у него, наоборот, есть деньги на путешествия. Потому что путешествия — это круто, это духовность. А тут какая-то пропаганда. Наслаждаться прекрасными видами можно на родине, просто в лесу или на лугах. Так рождается бережное, нежное отношение к природе. А, даже не к природе, к родным краям. Появляется интерес к истории окружающих мест. Возникает тяга передать их очарование в набросках творчества. Что, блядь? Нет, я не согласна с этим, но принцип такой есть. Зафиксировали. Шестой принцип — научись радоваться жизни и не держись за вещи. Думаю, это в обсуждении не нуждается, все было сказано ранее. Согласитесь, что слепое следование этим критерием может легко привести к фанатизму. Кстати, о фанатизме. В центре этого нового минимализма известный американский блогер Мэтт Довелла. А рядышком с ним два других, чуть менее известных блогера. И их история такова. Два этих молодых человека работали в корпорации, которая приносила им какие-то шестизначные цифры в доходе. А жизнь была полна наркотиков, тревоги, страхов, вины и одиночества. В какой-то момент они решили очистить пространство вокруг себя и пришли к минимализму. Позже они написали книгу, завели блог и сняли на удивление скучный монотонный документальный фильм Netflix про минимализм. А режиссером этого фильма как раз-таки был Мэтт Довелла. Мэтт Довелла, который является минималистом уже 10 лет. Теперь давайте поговорим о положительных и отрицательных сторонах этого стиля. Начнем с хорошего. Установка «жить с меньшими затратами не означает жить хуже» выделяет важные вещи и позволяет лучше на них сфокусироваться. Минимализм — это сознательное потребление, что идет на пользу экологии, о которой, между прочим, уже давным-давно пора бы всем задуматься. Вместо того, чтобы получать быстрое и краткосрочное удовольствие, какой-то мгновенный прилив дофамина, люди могут позволить себе дольше идти к целям и наслаждаться с них тоже больше, потому что вырастает ценность самого удовольствия. Когда человек расстроен, он больше не идет в магазин покупать кроссовки. Он проживает эту эмоцию, усваивает это в свой жизненный опыт, отчего ценит свои эмоции больше. Во время нового минимализма начали появляться капсульные гардеробы, усредненные цвета в одежде, усредненные цвета интерьеров и книги о том, как порядок снаружи наводит порядок внутри. Как сторонница осознанного употребления, мне бы хотелось закончить видео на этом. Но, к сожалению, у минимализма не все так прекрасно и негативные стороны тоже есть. И это, как обычно, не является волшебной таблеткой от всех проблем человечества. Ну вот опять. Так почему минимализм не работает? В первую очередь, ковид-19. Во время пандемии мы все застряли дома на несколько месяцев. И, конечно, найти для себя разнообразный досуг гораздо сложнее, когда у тебя три вещи — это стул, стол и диван. Еще до пандемии люди заметили негативные последствия минимализма, вернее, его экстремальной части, какой-то экстремальной чистки. Они сожалели о том, что избавились от вещей, которые впоследствии им оказались нужны. Они сожалели о том, что избавились от вещей, которые хранят в себе какую-то память. То есть ты не можешь просто пойти в магазин, купить себе новую открытку от своего друга, и она не будет иметь для тебя такой же ценности. Но она не имеет практического применения, так что, следуя критериям минимализма, ее бы нужно было выкинуть. Также началась гиперфиксация на внешнем виде образцового минималиста, что напрямую противоречит концепции самого настоящего минимализма. Например, Карл Чайка в своей книге рассказывает об этом и называет это термином поверхностный минимализм. Ну и, конечно, с такой популярностью этот стиль не мог выйти за пределы жилого дома. Магазины одежды, рестораны и кофейни начали также следовать этому течению. И все вокруг начало выглядеть универсально или скучно. Так почему же минимализм провалился? Из-за пандемии люди начали обустраивать свои дома так, как им нравится. Из-за работы, из-за каких-то дел. У них долго не было времени обустроить пространство вокруг себя. А когда они оказались заточены на несколько месяцев, они поняли, что можно сделать ремонт, можно подобрать интерьер под себя, под то, что отражает тебя как личность. И это привело к максимализму. Вместо того, чтобы ограничить потребление и выкинуть все лишнее, люди заказывали в интернет-магазинах вещи, которые им действительно по душе, которые им действительно нравятся. Акценты расставлялись на цвете, текстуре, на бесполезных декоративных элементах. Но они приносили удовольствие человеку, который живет в этой квартире. Опять же, вопрос. Это то самое быстрое удовольствие, быстрый дофамин? Или это то, что будет просто радовать тебе глаз? То, что приносит тебе удовольствие? Потому что визуальное удовлетворение собственной квартирой тоже имеет значение в твоей жизни, тоже влияет. Несмотря на присутствие огромного количества вещей и вроде бы как захлопления пространства, именно эти вещи делали твою квартиру твоей. Но сдвиг тенденций в декоре интерьера не единственная причина, почему минимализм не преуспел. Этот образ жизни был представлен людьми гораздо более высокого достатка, чем большинство людей на земле. Минимализм имел смысл для привилегированных людей, у которых было время на то, чтобы сесть, обдумать свои ценности, оптимизировать пространство вокруг себя. Но минимализм, например, был недоступен многодетным семьям, людям с требующей большого количества предметов, профессией. Да и просто тем, кто любит непростые формы, разнообразные цвета и спорящие текстуры. Разумно полагать, что люди, которые не могут позволить себе купить вещи еще раз, если они выкинули что-то нужное, будут экономить не только деньги, но и вещи, которые у них есть. Минимализм боролся с перепотреблением и капитализмом, но в итоге свелся не к практической пользе вещей, а к одинаковым белым футболкам, одинаковым серым стенам и одинаковым бежевым к диванам. Диван у меня тоже бежевый. Также наш мир отчасти построен на покупке вещей на этом цикле. Это просто то, как мы устроены. Поэтому даже удивительно, что минимализм продержался так долго. Вот какое мнение по этому поводу у меня. Идеи минимализма, безусловно, имеют смысл. Я определяю правильную позицию, при которой человек ценит свой духовный мир, умеет наслаждаться своей эмоцией и проживать собственный опыт. Но навряд ли я когда-нибудь приду к тому, чтобы считать количество вещей у себя дома. И, безусловно, мне нравится возможность пойти и купить что-то, если я этого хочу. Мне нравится думать о том, что вещи вокруг меня действительно имеют ценность. Именно для меня. То есть, если у меня дома будет какая-нибудь огромная картина, которая абсолютно никакого смысла не будет иметь для людей, которые приходят в этот дом, для меня она будет иметь смысл. И неважно, подходит она под критерии минимализма или не подходит. Это важно для меня. А еще, наверное, мне все-таки не нравится возведение в культ какой-то манеры поведения. В целом, это все, что я хотела сегодня рассказать по поводу минимализма. Всем спасибо за просмотр и до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok